всех привет смотрите друзья меня зовут данил и вы находитесь на моем новом видео по игре trackers of европ 3 и сегодня мы посмотрим сами на новое обновление которое недавно вышло это у нас ну обновление в trackers of европ 3 где добавили два новых грузовика это рено рейнджер 2021 и также рено рейнджер 2013 в общем такая у нас ренушка сегодня конкретно мы купим и прокатимся на рено рейнджер 2021 а 2013 уже ну дальше в дальнейших как бы обзорах если таковых будут когда тоже посмотрим на них ну вот 2013 года я не застись какая лучше но мне каждого с первого года она будет более по новее характеристики здесь у нас 2380 их спешек получается крутящий момент 1800 количество сету 2 ну в общем как бы можно сделать что сейчас ее купить не хватит денег на 21 поэтому давайте возьмем сегодня 21 все таки остальное уже будет ребят немножко позже вот тут это я хочу погнали здесь у нас тоже 380 лошадей это понял туда 380 12 ну в общем погнали сейчас немножко и затюнем потом купим и также проверим ее в движении так ну что ж сейчас подождите характеристики тут немножечко короче ось можем выбрать 6 на 2 6 на 2 l такой удлиненный бак у нас какой-то потому что вот мы здесь видите 6 на 2 поднятый получается ну и 8 на 4 можно выбрать это у нас прям для таких не говори на тяжелого грузов ну возможно 2013 то есть вторую машинку как раз 6 на 8 из 8 на 4 и сделаю так крышу берем высокую потому что вообще низкая крыша не смотрится так вот уже уже как бы получше да что то есть так движок движок я хочу взять тут не столько вы какой-то мощный потому что грузы я таскаю последнее время ребят очень сильные возьмем наверное самые то на 500 на 5000 точнее но я думаю чем мощнее тем лучше так по коробке ну вообще не знаю что нужно ставить чем можно поставить по коробке как бы тут особо выбора не такого не так уж и много ну давайте 1400 евро того на 7 400 выходит не знаю ну и не чтобы подешевле ну как бы больше для тяжелого груза чтобы нормально вез и тяжелый я хочу эту машинку мощненькой сделать я считаю так будет гораздо ребят круче ну давайте ставим такую вот так хорошо дополнение пластик цветной здесь мы сами можем либо покрасить либо ставить черный не знаю давать наверное покрасим потому что ну черный смотрится тоже достаточно прикольно но я люблю прям когда все вместе кроме такая скания желтая на полностью не желтая то все в пластике там 2-ра ножка такой тоже сделаем обновление она уже доступна полностью в релизе поэтому можете скачивать покупать эту машину и настраивать ее под себя грузовичок также с юбочки наверное нужно поставить до цветной на бак даже даже не не знаю вот ну давайте да наверно оставим что-то вот пластиковое такое о не не пластиковый миддл нормально так и сюда арки дает крылья точнее возьмем пластик цветной о цветной возьмем отлично и вот сюда во ну не знаю мне нравится как бы как бы подходит и того 40 тысяч и получается так аксессуары пахнали блин посмотрим чего нас тут имеется по аксессуарам не особо много как видите точечек можем прибавить так ой не хочу такую решетку ставить вообще не особо люблю такие вот кенгурятики на грузовиках больше на забор похоже на рынок и не смотрится вот такой маленький еще можно прицепить такое даже видал в реальности но как-то давайте обойдемся я думаю без этого сильно нам не понадобится я думаю так вот по наклеивать но не знаю вот этот обозначает синг джейсинг и ввсинг я не знаю знаю там есть тоже такие вот так сказать пометочки когда мы опасный груз везем а вот это вы без понятия чего здесь так а а здесь давайте мы с вами наверно по нацепляем ледовские лампочки блин я думаю будет достаточно так нормально здесь с этими лампочками так ну вроде все не знаю что это может хочется побольше как тут еще по нацеплять то блин вроде все уже уже не понцепляешь все значит погнали проверять его в движении он может везем какой-то груз сегодня а колеса колеса ну давайте мы здесь наверно колпачки здесь можно поставить по моему о ну скорее всего колпачки сниму ну давайте сегодня с колпачками проедемся потому что ну не знаю смотрится то вроде и ничего а спереди без колпаков ну с этим можно и так оставить до диски до полной массы прям чтоб выглядело все одинаково идентично возьмем колпачки с вами и здесь так задний и фронт тут ее перевод такой фронт это у нас переднее колесо до передние колеса как видите тоже возьмем такой вот все рынок наша готова погнали туда прокатимся на ней так скины нет скины я немножко позже поставлю сегодня просто проверим ну кстати можно разукрасить нами кажется тут должен быть не красный цвет какой-нибудь другой белый на на белом был здесь подошел так ну что покупаем наш грузовик за 41 ты еще слот 2 недавно купил гараж вместе с дафом даже видео про него есть но скорее всего по технической причине ребят не выйдет так немножко так короче сейчас мы с вами проверяем но звук у него уже такой интересный мне кажется даже с деятелем я прям сильно мощно его поставил да давайте было сейчас короче проверим так по городу его скорость ну и возможно даже повезем какой-никакой груз почему бы и нет почему бы тихо немножко подлагают здесь у нас в городе как-то тебя тут вырулить дабы еще никуда не въехать на зеленый погнали пока зеленый нарушать тоже нет не особо хочется но что так фризис новый грузовик это не знаю счет так фризис любишь так мы сейчас если бы автобус не мешал но он мне уже нравится так главное об отбойники не стучать то как купил этот грузовик и только сейчас его разобью ну что это такое нам это не надо до соточки раза разгоняется нормально все погнали значит возьмем какой-нибудь груз и поедем куда-нибудь отвезем это мы сейчас в нэнте находимся давайте сейчас снова значит доедем до базы нашей ну точнее там где мы будем круз брать час немножко не по правильному по встречной дорожке по встречной полосе попрем ну уж ладно нам сегодня можно сегодня разрешается также в этом обновление но из карты там ничего нового не добавили я понял здесь получается у нас добавили два новых грузовика исправили какие-то ошибки потому что ошибок здесь достаточно много особенно с трафиком если вы знаете ну и так же добавили еще функцию радио ну пока ничего не увидел похоже возможно увидим давайте на столовке остановимся и будем брать груз куда небольшой груз хочу найти не сильно дорогой но 373 километра блин это все как знаете долго цемент вот кабельные барабаны есть у нас 300 тут все на 300 видимо придется какой-то участок преодолеть достаточно такой большой не за тут можно много искать чего и но можно абсолютно ничего не найти нет это дать нас 332 километра одежду повезем что ли или лекарственные средства триста восемьдесят триста шестьдесят ланды ван франкруфт на май поедем надо сейчас так чисто чтобы грузовик испытать в движении его с грузом как он там едет но по скорости блин сделал сдвиглом я там начудил достаточно мощно у нас теперь получится все хорошо значит погнали брать груз только я не вижу где она ну вон у а навигатора в салоне на снима да я так понял или не пойму а как же мы его туда поставим сюда в аксессуарах он а вон он он прям на приборный блин я же привык что я еду мне навигатор либо на стекле висит слева или справа а он тут прям в приборную панель в топлин туда встроен туда даже не сразу заметил ну по словам кстати такой довольно интересненький и простенький ничего там такого особого не вижу с колпачками все-таки такой красный цвет какой-нибудь такой даже не знаю малиновый блин не кубничный выглядит смотрится все погнали отвезем этот груз скорее всего на минут 20 мы сейчас потратим ничего страшного отправляемся в путь и топим блин сравнить с прошлыми моими грузовиками там где я 80 с грузом набирал за 2 а то и три минуты с половиной здесь уже за это же время я еду больше 100 сдвиглом таким довольно мощненьким на и прям до сначала хотел я увидел новости про рынок у еще давным-давно и понял что сюда я должен поставить какой-то мощный двигатель ну не знаю почему вот решил 140 мы с вами уже летим это достаточно огромная скорость 144 мы не останавливаемся мы продолжаем лететь очень даже и это очень даже круто нарезаем так нам сюда я думаю сейчас мы тут участке преодолеем достаточно вы знаете быстро так тут я снизил скорость посмотрим как ты тут в горочку у нас наберешь то вполне еще и нормально да замечательно идем ну по салончику ну в принципе простенький салон если сюда можно было какие-то аксессуары всунуть добавить шторки смотрелось бы поуютнее получше пока к сожалению этого сюда нельзя при чем маленький пока имеем то что имеем ребята ну и продолжаем ехать 135 медлана я протупил навигатор не заметил мы можем просто не работал один же работал все показывал вы его я думаю конечно же сперва увидели пока я его нащупал своими глазами так ну здесь в горочку сейчас видимо с подъема будем легко быстро и четко мы с вами и лететь этот трафик он тоже посередке дороги то вылезает и едет непонятно желательно с ним тут это не тягаться обходить потому что не тут по правой еда мы по левой всех обгоняем нафиг хотя тоже на форе но у нас движок позволяющий так что мы можем себе это позволить можем себе позволить позволяем гоним обгоняем все простенько но это знаете такое расстояние еще небольшое сису и там в 300 с чем-то километров потому что здесь появились наконец расстояние в 580 то есть почти в 600 километров и эти расстояния уже знаете так достаточно внушительно для меня я считаю и как раз вот возможно можно будет такие расстояния тоже преодолеть я по моему а я не помню катался не катался и по моему преодолевал какое-то такое большое расстояние ну по времени ну как дальнобойщик здесь же у нас время все таки идет можно и спать и делать все что ты все что ты хочешь не забывать обязательно заправляться на заправочках ну и все пока так опять начинает туманность появляться немножко темнеет и это уже свидетельствует о том что возможно у нас пойдет дождик то что я как раз блин очень не хочу чтобы этот дождь пошел не хочу вообще видеть здесь потому что я последнее время гоняю блин только с дождем но не хочу я дочь еще не не охота пачкать такую новую машину нашу цвет такой почти кого этого автобуса только у нас он такой более яркий не такой темно-красный у нас такой светло-красненький поезда ездят так но все это уже начинаются такие опасные обгоны на которые все-таки водитель грузовика дальнобойщик все-таки осмеливается идти ну то есть я конечно здесь вот так вот гнать можно приторвозить потому что на таких леских поворотах по навигатору вот можно видеть насколько он резкий и стоит стоит прям притормозить потому что он зигзаги у нас по навигатор можно видеть идут довольно нормальные потому что здесь может быть одно неаккуратное движение и лететь ты будешь вы далеко до будешь лететь уже немного что-то там цепанули здесь тоже такое местечко чтоб покемарить иногда тут был вылазит рекламка сейчас ряд прошу прощения потому что обычно эту игру я записываю без интернета чтобы не было рекламы мультиплеера здесь рату пока еще не мог ну сегодня так получилось обновление свалилась на голову и решил я записать почему вы знаете и нет об отбойники блин это единственно что я сегодня обо что я сегодня бьюсь отцы по 0 немножко волю вроде да вольвешника немножко так малеха малеха ну цепанули бывает опять эти опасные обгоны на автобус немножко пострадал тоже цепанули как этого спринтера мы тоже обходим мы быстрее спринтера сегодня тоже обошли этот мерседес сильно рано до меня начинает влево вести и получается что я либо кончиком прицепа либо же своей кабиной зацепляю соседнюю машину что тоже не есть ребят нормально и нехорошо да еще и 150 лететь это конечно я думаю настолько он бы так не полетел на 130 120 он бы полетел но с нашим движком летим мы так еще ничего достаточно я считаю основа туннель сейчас как раз в туннель едем после туннеля в галя глянем сколько там нам еще ехать потому что мне кажется проехали мы не особо большой как бы участок дороги но и маршрут вы выбрали тоже не особо таких внушительных размеров вот что что но графика потрясающе как раз осмотреть ареноху сейчас они 280 проехали уже немного осталось ну если так по километражу судить и по расстоянии которое нам показывается на карте туда ребятам немножко он какой подъемчик идет час у нас идет такой же спуск и мы всех выделываем вот правда на нашем ряде тихохода легковушке и сейчас начнется шашечный обгон наш мы тут будем всех наказывать так по-моему франкрофт прямо был указан перестраиваться нам никуда не надо дабы съезжать да прямо прямо следуем только прямо это скорость я понимаю 150 ну еще и груз такой небольшой мы там одежду везем он у нас по сути да и никак не повредится разве что растрепает туда-сюда и всего так по сути мы с вами тут ничего и не повредим но на таких поворотах все-таки я считаю лучше нам останавливаться вот видите не могу я тут найти никакого режима радио я думал это тут какой-то радио без спать еще стоит разобраться возможно ну да возможно где-то в настройках еще полазить подкрутить потому что я особо после обновления в настройки не заходил кто-то возможно получил это обновление еще до его выхода в релиз то есть еще в бета-тестировании полностью разобрался и покатался если вы смотрите это видео то можете как бы написать как правильно разобраться с этим радио будет интересно почитать и также узнать как же и что у нас там будет правильно то тихо уа заносы вроде не особо там нужно пострадать по прочности я не знаю у него ну чинить рано или поздно его все равно когда-то придется ну нормально его там уже так попали ли не серьезно но все же началась такая уже дорожка ближе к городу подъезжаем потому что он уже инфраструктуру всякую видим тоже поезда вот прорисовывается дома топим на свой страх и риск ну вот 140 одну бусами едем да вот уже небоскребы всякие этаж очки заправочка что тоже хорошо так ну здесь я думаю 150 уже будет лишний ехать сейчас пару светофоров и уже будем разгружаться а быстро долетели вот уже дождик наш во фронт-руфте встречает ух ты а вот и грузовик полетел наверх трафик копейки здесь себя круто ведет ой а мне же надо на правую полосу ребята как же хорошо что я не буду здесь с вами стоять извините-ка в этом прижму у меня аж по поворот направо не налево да 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 вот с бедная сканья этой газелькой пострадала ничего так так завертаем пропускаем парковку да я думаю можно пропустить ну что на этом мы с вами закончим такой у нас грузовичок интересный появился как бы свои свое мнение можете писать в комментариях данном грузовике ну и обязательно ставьте лайки подписывайтесь вам все нравится а также делитесь видео с друзьями ну меня звали данил всем добра всем мира до новых видео до новых встреч ну всем пока пока я и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!